Изготовление сувениров на 3D-принтере, логопедический интенсив для взрослых и химчистка мебели. Что может объединять такие разные занятия? В Центре поддержки предпринимательства собрались самозанятые горожане для защиты своих бизнес-проектов. Защита – это завершающая стадия проекта «Займись делом». Проект является разработкой Нижегородской области. Он признан лучшим проектом для самозанятых. В нем приняло участие 50 горожан. На финальную защиту вышло около 10 человек. Проект реализуется при поддержке ТПП Нижегородской области, Министерства промышленности торговли и предпринимательства и Корпорации развития предпринимательства Нижегородской области. Наша коллаборация дает возможность проводить этот проект именно в Сарове. Бизнес-тренеры из Нижнего Новгорода помогли участникам изложить свои идеи на бумаге в формате бизнес-тетрадей и подготовиться к защите проектов. Участники защищали проекты перед комиссией, в состав которой вошли представители администрации города, образовательных учреждений и предпринимательского сообщества. На защиту каждого проекта отводилось ровно 5 минут. Бизнес-идеи участников были самые разные – от изготовления сувенирных изделий лазерной резкой и на 3D-принтере до открытия салона-магазина натуральных камней. Кристаллы, минералы, камушки природные, в котором будут продаваться украшения из натуральных камней, в том числе украшения, которые создаю я сама. Перед комиссией выступали как участники с идеями для бизнеса, так и уже работающие и самозанятые граждане, которым нужна помощь в продвижении. Были представлены выездная и химчистка мебели и музыкальный образовательный квиз «Крики-чайки», который призван помочь школьникам в усвоении учебного материала, мотивировать их к изучению общеобразовательных предметов. Мария Чартилина работает в сфере образования больше 15 лет. Она решила создать логопедический интенсив для взрослых под названием «Твой голос – твоя сила». Идея в том, что нельзя ставить речь взрослым так же, как детям. Для этого требуются совершенно другие методики. Я много работаю со взрослыми, и я помогаю им избавиться от нарушений произношения. Но этого часто оказывается мало. И им хочется, чтобы их голос звучал ярче, чтобы их дикция была красивой, чтобы они сами себе нравились на видео. Мы создаем программу интенсива, которую можно пройти очно или онлайн, которая поможет тому, кто испытывает затруднения, с которыми я прямо сейчас сталкиваюсь от волнения, справиться с ними и донести свою мысль. Победители получили информационную поддержку от Министерства промышленности, торговли и предпринимательства для продвижения своих проектов. Будет найден специальный подрядчик, который поможет в регистрации товарного знака или создании сайта, в рекламе и продвижении услуг. В эпоху цифровизации такая помощь может быть порой полезнее, чем финансовое вознаграждение. Каждый проект достоин, каждый проект должен быть реализован. И мы за то, чтобы у наших участников было в будущем как можно больше возможностей. Никита Белямов, Руслан Лапшин, Кирилл Новикевич, служба новостей, СРОВ24.